Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила решение Кишиневской комиссии по ЧС, согласно которому посещение продленных групп в школах теперь должны будут оплачивать родители учеников. Также Национальная комиссия отменила введенные муниципальной комиссией режим чрезвычайной ситуации в сфере образования в Кишиневе, на основании чего был аннулирован приказ министра посвящения об увольнении главы Кишиневского управления образования Андрея Павлоя. В примарии столицы данные постановления Национальной комиссии по ЧС квалифицировали как вмешательство в деятельность местной публичной администрации. Как сообщил министр просвещения Дан Перчун, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила решение Кишиневской комиссии по ЧС, согласно которому за посещение учащимися групп продленного дня в школах должны платить их родители. Ответственность за обеспечение работы групп продленного дня несут органы местной власти. Сейчас из-за чрезмерного кредитования муниципия Кишинев, отсутствие финансовых ресурсов и неутверждение бюджета на 2024 год примаре ищет решение этой ситуации. И решение, которое она нашла, заключается в том, чтобы посредством постановления муниципальной комиссии по ЧС, у которой нет таких полномочий, взымать эти сборы с родителей, не обеспечивая финансирование из муниципального бюджета. Со своей стороны глава муниципального управления образования Андрей Повалой поставил под сомнение законность решения Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Механизм, утвержденный комиссией по ЧС муниципия Кишинев, опирается на существующие в нашей стране правовые нормы. В этом смысле законность решения Национальной комиссии по ЧС должна быть юридически подтверждена. Группы продленного дня могут быть организованы за счет их финансирования местными органами власти в ситуации, когда эти источники есть. В том случае, если правительство намеренно финансово блокирует премарию муниципия Кишинев, пусть правительство возьмет на себя соответствующие выплаты. Напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинев постановила, что группы продленного дня в школах возобновят работу. При этом родители будут платить от 360 до 690 леев в месяц, в зависимости от количества часов, проведенных их детьми на продленке. Посещение групп продленного дня для 6 тысяч детей из социально уязвимых семей продолжит оплачивать столичная премария. Между тем, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала решение введения чрезвычайной ситуации в сфере образования в Кишиневе, на основании которого было отменено распоряжение министра Дана Перчуна об увольнении главы муниципального управления образования Андрея Павалоя. У этой комиссии в принципе нет таких полномочий. Она не может объявить чрезвычайную ситуацию в системе образования, не может отменять распоряжение министра. Соответственно, с нашей точки зрения, то, что произошло, является явным превышением служебных полномочий людьми, принявшими это решение. Мы обратимся в том числе в компетентные органы для оценки этих действий и наказания тех, кто виновен в превышении служебных полномочий. Андрей Павалой не ответил на наш звонок для комментария по этому поводу. Советник генерального примара по связям со СМИ Наталья Иксарь заявила, что министр выступил с политическими декларациями, не связанными с его полномочиями. Мы квалифицируем его высказывания как вмешательство в деятельность местной публичной администрации, и примария не обязана по закону выполнять многое из того, что перечислил министр. Мы квалифицируем эти действия как давление на местную администрацию. О других решениях примарии Кишинева мы сообщим позже, написала Иксарь в сообщении для нашего телеканала. Как сообщалось ранее, Министерство просвещения отправило начальнику столичного управления образования на электронную почту приказ о его увольнении. Как утверждают в министерстве, Андрей Павалой был назначен на эту должность с нарушением кодекса об образовании, а именно без конкурсного отбора и на неопределенный срок по распоряжению примара. В свою очередь, генеральный примар Ион Чабан подчеркнул, что центральная власть не должна вмешиваться в деятельность местных публичных администраций. Отношения между столичной примарией и правительством обострились после того, как Ион Чабан заявил, что муниципалитет вынужден оптимизировать расходы в ряде социальных сфер из-за того, что власти урезали бюджет столицы. В ответ Министерство финансов объявило, что фактически бюджет столицы в этом году увеличился более чем на 81 миллион леев. В то же время столичная примария инициировала кампанию с требованием, чтобы из 23 миллиардов леев, которые Кишинев отчисляет в госбюджет, правительство возвращало половину, а не только 2 миллиарда 800 миллионов. Правительство на это заявило, что таким образом столичная мэрия хочет лишить финансирования другие населенные пункты страны.